Украинская диаспора продолжает выражать свою поддержку европейскому выбору Украины. Один из самых масштабных митингов состоялся в Иллинойсе. Участники акции прошли от украинского консульства по центральным улицам Чикаго, без партийных флагов, но с государственными стягами Украины, США и Евросоюза. Цель акции, по словам ее организаторов, показать жителям Чикаго, американской власти и прессе свою обеспокоенность остановкой евроинтеграции Украины. В понедельник 25 ноября ровно в полдень в Латвии прошла всеобщая минута молчания в память о жертвах обрушения торгового центра «Максима». Накануне по всей стране состоялись богослужения. Тем временем спасатели закончили поисковые работы. Из-под обломков извлечены тела всех погибших. По уточненным данным, трагедия унесла жизни 54-х человек. Более 40-ка получили ранения. Правда, на некоторое время поиск пострадавших и погибших пришлось приостановить. Ночью произошел третий обвал крыши. К счастью, обошлось без новых жертв. Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что теперь предстоит задача не менее трудная – разбор завалов. Сколько на это уйдет времени, пока подсчитать очень сложно. В Рио-де-Жанейро взорвалась эстакада длиной в километр. Правда, в данном случае речь идет не о технологическом происшествии. В рамках реконструкции порта Рио-де-Жанейро бразильские власти с помощью контролируемого взрыва разрушили мост, проходящий через порт. Для этого одновременно было подорвано около тонны динамита. Сооружение исчезло буквально за пять секунд. В понедельник несколько десятков участников оппозиционного марша протеста неожиданно прорвались внутрь здания Министерства финансов, заблокировав его работу. Протестующие называли нынешние власти страны незаконными и потребовали, чтобы сотрудники ведомства прекратили на них работать. Кроме Министерства финансов, оппозиционеры окружили и блокируют в столице Таиланда еще 12 объектов, в том числе несколько местных телеканалов. По некоторым оценкам, в марше протеста участвует около 100 тысяч человек. Правительство Таиланда продолжает работу, корректируя свой график с учетом усложнившейся внутриполитической ситуации. Сотрудники полиции и работники ФСБ провели операцию, по итогам которой задержали семь участников крупной преступной группировки, специализировавшейся на незаконных банковских операциях. Ее лидерам предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Среди задержанных – граждане России, Узбекистана и Грузии. По данным правоохранительных органов, участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы Российской Федерации денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России граждан Средней Азии. Число погибших в результате последствий бушующего в западных и центральных районах США снежного шторма возросло до 13 человек. Случаи гибели людей в автомобильных авариях из-за обрушения линий электропередачи и падения деревьев зафиксированы в штатах Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Оклахома и Техас. Из-за снегопадов на дорогах образовались серьезные заторы. Непогода серьезно повлияла на авиасообщения. В аэропорту Даллас, штат Техас, уже отменено свыше 300 рейсов. С ликованием и восторгом встречали жители Тегерана и иранскую делегацию во главе с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, вернувшись из Женевы. Граждане страны восприняли достигнутое в Женеве историческое соглашение между Ираном и странами ядерной шестерки как победу. Иран отстоял свое право на ядерные технологии. С точки зрения Запада, Иран обязался сократить работы в рамках ядерной программы в ответ на ослабление международных санкций, в том числе и экономических. Участники, завершившейся в Варшаве 19-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, приняли решение о подготовке нового глобального соглашения по защите окружающей среды. Они договорились, что к первому кварталу 2015 года стороны представят свои цели по ограничению выбросов парниковых газов после 2020 года. Эксперты, которые говорят об успехе конференции, подчеркивают, что важно было зафиксировать дату представления сторонами своего вклада в процесс сокращения выбросов парниковых газов. Вулкан Синабунг в понедельник продолжил выбрасывать в воздух раскаленный пепел. Днем ранее в связи с активностью недр горы высотой 2460 метров власти эвакуировали более 10 тысяч человек. За вулканом пристально следит целая служба специалистов. Во время извержения также вырвалось горячее облако на высоту 1500 метров. В целом в радиусе 5 километров вблизи вулкана уже эвакуировали около 20 тысяч человек. Их разместили в палаточных лагерях. 41-я церемония вручения престижной музыкальной премии American Music Awards прошла в Театре Nokia в Лос-Анджелесе. Тейлор Свифт получила 4 награды, в том числе в номинациях «Артист года», «Лучшая женщина-исполнитель», «Автор лучшего альбома», а также «Лучшего кантри-альбома» за «Дискред». Джастин Тимберлейк выиграл 3 из 5 категорий, на которые был номинирован, в том числе мужской поп-рок «Артист года». Он обошел таких конкурентов, как Бруно Марс и Робин Тик. Иконой по версии American Music Awards стала Рианна. Первое место за самый экстравагантный наряд в этом году, естественно, досталась Леди Гага, представшей перед объективами фотографов на белом коне из картона. Лоббури – один из старейших городов Таиланда с тысячелетней историей. Но настоящую известность этому месту принесли не люди, а обезьяны. Четверть века назад владельцу местной гостиницы пришла в голову идея использовать эту особенность провинциального городка для привлечения туристов. Каждый год в конце ноября он начал накрывать огромный стол для местных приматов, основав фестиваль обезьян. Бананы, арбузы, ананасы, как оказалось, это не единственное лакомство, которое любят обезьяны. У лохматых гурманов популярностью пользуются сладкое желе и газировка. Австралиец Дэвид Ричардс сумел так украсить свой дом к Рождеству, что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Для традиционного праздничного убранства житель Канберы задействовал ни много ни мало 502 165 лампочек. 25 ноября мировое достижение подтвердил представитель Книги рекордов Гиннеса, вручив Ричардсу соответствующий диплом. На дополнительное освещение у хозяина уходит 2300 долларов в месяц, но, к счастью, часть расходов взяла на себя одна из местных компаний, рекламирующая активное использование так называемой «зеленой», то есть возобновляемой энергии. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса».